Как страшно, что я мог туда не подняться. Мы столько всего сделали впервые. Помните о том, что Индонезия — это не только Бали. Сегодня мы будем плавать с огромной манкой. Я думала, что утону, конечно. Это просто маска такая. Вы должны поехать тут на Ягде. Не забываемые впечатления. Привет! В общем, я чувствую себя слегка оденчавшей, потому что могу голыми руками словить еду себе. Это не просто, на самом-то деле, потому что он очень быстро бегает. Смотрите. Беги. Он был быстрее, когда я его ловила. Он боится. Беги. Ну, не подставляй меня. Вот. Спасибо. Хочу показать еще одних очень интересных ребят. Смотрите. Видишь, он не прячется. Странно. А почему? Не прячешься. А, видишь, тоже они все влазят, если их поднять наверх. Смотри, Тёмка. Смотри. Сегодня мы с Тёмой встречаем рассвет на острове вода. Вчера нам посчастливилось подняться на вершину, посмотреть на этот остров с высоты. Это тот момент, когда ты с последних сил выбиваясь, просто поднимаешься наверх. У тебя по лбу, по животу течет вод. Кожа горит от изжогов солнечных, и тебе кажется, что уже столько всего посмотреть. Хватит, хватит. Нет. Потом ты поднимаешь голову наверх, с высоты смотришь на тот вид, который перед тобой открывается, и ты понимаешь, господи, как страшно, что я мог туда не подняться. Так страшно, что я мог этого в жизни вообще не увидеть. Я люблю путешествовать за то, что многие вещи происходят в них впервые. Мы впервые проводим три дня на яхте в океане. Сегодня мы на яхте впервые ночевали. Мы впервые ночуем на необитаемом острове. Мы впервые плавали рядом с огромной зеленой черепахой. Мы впервые собирали морских звезд в букет, чтобы сфотографироваться с ними. Мы столько всего сделали впервые. А впервые ты всегда прекрасна, потому что это оставляет такой огромный свет в твоей памяти. Я не знаю, у меня просто взрываются вспышки этих черепах. Рыбок Немо, сумасшедших кораллов, дельфинов, которые плывут возле твоей яхты. Как во сне меня укачивало на яхте, как в колыбели. Сумасшедшая фотосессия на косе ярко-белого цвета, песочной косе посреди океана. Я плавала в свадебном платье и решила просто использовать этот шанс по полной программе. Я думала, что утону, конечно, но видите, держалась в последних суток, потому что я девочка, для меня самое главное, чтобы красиво же было. Но где бы еще мы это все сделали? Мне кажется, что в путешествиях твой мозг начинает работать по-другому. Ты начинаешь становиться таким открытым для всего мира, мира, а мир становится таким широким и открытым для тебя, и ты как губка впитываешь новый опыт, новые знания, новые впечатления, и потом ты готов ими делиться с другими людьми. Мне кажется, то, ради чего мы в принципе живем, наши эмоции, наши впечатления, то, что мы проживаем из людей, то, что останется с нами. Поэтому путешествуйте, друзья. Перед вами откроется очень много новых границ. И вы очень многие вещи сделаете впервые и запомните на всю жизнь, а мы плывем дальше. У нас впереди целый день с незабываемыми, новыми эмоциями, потому что сегодня мы будем плавать с огромной матрой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Все подскажут, все расскажут Субтитры создавал DimaTorzok 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 И третье, самое главное Вы сами выбираете свой маршрут Стандартные туры дешевле раза в два Туда берут до 12 туристов И посещение всех локаций строго по расписанию Да, и помимо оплаты за сам тур Вы также платите около 20-30 долларов с человека За пребывание в океаническом парке Комада Вам не нужно будет добираться самостоятельно к причалу Компания сама заберет вас из отеля И привезет прямо к лодке То же самое в конце лодочного тура Когда вы прибываете к причалу, компания вас отвозит в ваш отель бесплатно. По поводу дайвинга. Дайвить без сертификата никто вам не даст, поэтому учитесь дайвингу заранее на родине. Удобство на лодке. У нас была двухместная каюта. В каюте есть розетки, 3 или 4 штуки, есть кондиционер. К сожалению, в каюте немножко выкачивает, но вы все равно не будете проводить там много времени. Основную часть вашего тура вы проведете на открытом воздухе. В любом случае, я советую запастись вам таблетками от укачивания. Мы приняли, по-моему, только один раз перед отправлением из Лабоан Баджо. Больше они мне понадобились. Но береженого Бог бережет, зачем портить впечатление от классного лодочного тура. Туалет и душ на лодке самодельные. Вы будете сливать за собой из ведра. Более того, вы будете делить туалет с гидами и с экипажем корабля. Но они всегда держат уборную в чистоте и отвращения у вас никакого не будет. Очень важный совет. Обязательно плавайте в одежде, потому что сгорите в один миг. Крем от загара нам абсолютно никак не помог. Я не могу сказать, что вы там можете его не брать. Обязательно берите, мажьтесь, но об одежде тоже забывать не стоит. По поводу риска заразиться малярией или лихорадкой Денге, он минимален, особенно в сухой сезон. Когда мы отдыхали, вообще комаров почти не было. Но в любом случае, репелленты обязательны. Ну и один из очевидных вопросов, почему мы не посетили два самых популярных острова в этом океаническом парке. Комодо и Ринча. Ответ кроется в вопросе, потому что это самые популярные острова в этом направлении. Только на этих островах обитают комодские драконы. И по сути, посещение этих островов сродни посещению зоопарка с огромным количеством туристов. Я решил, что драконы не стоят того, чтобы бродить среди толп туристов. Поэтому мы предпочли более безлюдные, но не менее живописные варианты. Да, и важный момент. Если вы будете брать не частные туры, а стандартные у Флоридс, Экспиле или любой другой компании, посещение одного из этих островов, комодо или Ринча, всегда включено в программу маршрута. Третий раз пытаюсь это сказать, но понимают, что, блин, словами даже нечего говорить. Ребят, вам нужно просто ехать и, блин, кто это прочувствует. Это круто. Мы едем в отель. Мы вернулись в цивилизацию. Как-то даже непривычно, в принципе, для Индонезии, а тем более после лодочного тура. Как красивенько у меня за спиной. Ничего не видненько. Вот так вот, видите? Вот так вот, видите? Спасибо за субтитры.